Приравнять врачей к полицейским при исполнении обязанности требует доктор Рошаль, а Минздрав создает спецкомиссию, пытаясь понять, как медиков защитить. Ведь на одной неделе два нападения в Иркутской области избита. Бригада скорой помощи, помешавшая Лихачу на дороге, в подмосковном Орехове-Зуеве, врачи, от которых авторитетные визитеры, потребовали бросить больного и неотложно заняться их уважаемым родственникам. Сказать, что медицинское сообщество взбудоражено, не сказать ничего, ведь проблему уже обсуждали год назад, после нападения на врачей в Краснодаре и Симферополе. Но ничего не решили, а легче не стало. Врачи даже писали в Госдуму, пусть хотя бы скорой охрану выдадут. На вызовы едем и не знаем, вернемся ли. Сейчас снова кровь на белых халатах от ножевых ранений. Мой коллега Кирилл Бранин искал выход, как спасти тех, кто спасает жизни. При каких обстоятельствах задержаны? Не понимаю, сам. Сегодня ночью где находились? Дома спал. Вопрос в том, что было перед сном. Следователи считают, этот человек участвовал в нападении на бригаду скорой помощи. Медики, спешившие на вызов, оказались помехой на дороге. В этом месте нас в Адмахаре подрезал, остановил машину нашу, впереди встал. Выскочил водитель и побежал сюда. Врач у меня вышел. Они начали драться. Я начал выходить с той стороны, подъехал в Прадо. Остановился сзади моей газели. И выскочил туда мужчина в очках, в черных. Тот, что в очках, видимо, приехал помочь разобраться. Врач скорой теперь лечится дома. Санитар в больнице. Нападавших нашли уже на следующий день. Один сам явился с повинной и проходит по делу как свидетель. Второй задержан. Как выяснилось, проблемы с законом для молодого человека не в новинку. Ранее судимые привлекались к ответственности? Да, по-моему, лечить. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. И такие вот хулиганы на пути скорой встречаются все чаще. От всех этих случаев, я думаю, что они тут не застрахованы. То есть у нас там такая работа. Не застрахованы, как выяснилось и коллеги иркутских медиков из Подмосковья. Избиение врача прямо в больнице в Орехово-Зуево попало в объектив камеры видеонаблюдения. Таким образом, родственники больного пытались поторопить докторов. Повадки мужчин крупного телосложения явно из почти забытых 90-х. Но эти авторитетные граждане и сейчас, похоже, не сомневаются. Очередь не для них. Драка, как выяснилось, началась еще в рентген-кабинете, где в тот момент обследовали женщину, упавшую с большой высоты. Тот, который в белой майке впереди, говорит, что долго ли мы тут будем ждать. Ну, ему в ответ сидящий со мной травматолог Кутков как бы сказал, что, видите, еще стол занят, делаются снимки больному. Ну, в общем, диалога никакого не было, вот этой белой майке. И нанес несколько ударов Куткова, он стал сползать со стула. И потом... Я помню, что два удара мне по голове, после чего я потерял сознание. Олег Беляков в реанимации с сотрясением мозга. Всего пострадавших трое. Буйного сопровождающего уже задержали. Здесь статья посерьезнее. Причинение вреда здоровью средней тяжести до трех лет за решеткой. Вопросы у следователей есть и к сотрудникам ДПС, которые были рядом в том же коридоре и ничего не сделали. В отношении них назначено проведение служебной проверки, по результатам которой они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Между двумя случаями в Иркутске и в Орехово-Зоево всего несколько дней. Оба дела теперь на особом контроле в Следственном комитете. Но таких историй десятки. У каждого медика по всей стране есть что рассказать. Вячеславу Аршинову из Ярославля вроде бы удалось успокоить пьяного пациента и оказать помощь. Но вот его жена оказалась куда агрессивней. У меня был перелом пясной кости. Да, то есть нанесла удар каблуком. Вот. И у меня, значит, обратившись в травмофункт, мне сделали снимок, посмотрели, у меня там перелом. Череповце почти под копирку. Пьяная компания, угрозы и драка. Я вызвал милицию, полицию. И, короче говоря, тут мне первая плюха прилетела в нос. Я развернулся к нему, очки успел снять. Я опешил, я не ожидал такого. Ладно, там матом выругались или еще чего-то. И все, начал избивать меня. Ну, там бригада пыталась за меня наступиться. Ну, хорошо, хоть у меня фельдшер не пострадала, девчонка. Ее не тронули. На врачей скорой нападали даже с топором. Точной статистики не существует, но эксперты говорят, число таких преступлений увеличилось за последние годы вдвое. Директор Института детской травматологии Леонид Рошаль одну за другой перебирает истории из криминальной хроники. Он говорит, это уже становится системой, а значит, нужно что-то менять. Я внимательно прочитал закон о полиции. И в законе о полиции есть конкретно пункт, что если кто-то нападает на милиционера, поднимает руку или угрожает, он карается за это. И, к очень большому сожалению, этого такого пункта, который касается врачей, нет. Я не знаю, в какой профессии еще есть столько негатива в этом плане, сколько вот в отношении к медицинским работникам у нас. С идеей ужесточить наказание за нападение на медиков, согласно и в Минздраве, обещали подготовить поправки в закон. Я дала задание своей службе Федерального Минздрава Российской Федерации проработать еще раз всю юридическую документацию и, возможно, разработать дополнительные подходы, которые оберегают медицинских работников, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей. Идею условно приравнять врачей к полицейским обсуждается не первый год. Депутаты предлагали законопроект, но профильный комитет Госдумы его завернул. Теперь медики надеются, новая попытка их защитить все-таки окажется успешной. И тогда возможность жесткого наказания многих заставит задуматься. Подошел я к задней двери машины, чтобы вытащить носилки для возможной эвакуации. И в это время подбежал молодой человек в костюме жениха и с криками «Ты знаешь, что я такой!» нанес мне удар в голову. Расследование уголовного дела, говорит Михаил Цыганов, за несколько месяцев не продвинулось. А тот вызов на свадьбу бригады Солнечногорской скорой запомнят надолго. Врача и водители избили за то, что, как казалось гостям, медики ехали слишком долго. На самом деле 12 минут. Но даже если бы приехали через минуту, помочь отцу жениха было невозможно. Врачам лишь оставалось констатировать смерть. За 20 лет работы на скорой Михаил чего только не видел. И с угрозами сталкивается регулярно. Вот только жизнь в итоге расставляет все по местам. Подъехал мужчина на джипе. Начал оскорблять водителя скорой помощи, что он тут живет, он тут стоит. Через 5 минут спустился с извинениями. Оказалось, что это к его матери приехало. Скоро забирать ее в больницу. Поэтому, люди, вы прежде чем наезжать на скорую, скажем так, подумайте. Может, скорая едет к вашим родственникам. Стоит у дома. Может, за вашим родственником приехала. Кирилл Брайнин, Надежда Каширская, Екатерина Коряка, Артем Тихонов, Сергей Кузнецов, Николай Волков и Андрей Масликов. Воскресное время. Первый канал.